Хочу сообщить о вопиющем факте, который мне стал известен, а именно в августе 2017 года на территории оздоровительного детского Ладвига Созвездия, что в Ядрском районе Чувашской республики, пятью ублюдками была изнасилована 13-летняя девочка. За паровоза, который лишил ее деятельности, был племянник ныне. По показаниям дочки моей, она сказала, да, этот Мигушев Артем был. Это Мигушев Артем, это, получается, высокопоставленный сотрудник Следственного комитета, я так понимаю? Наверное, но так-то я точно с ним не знаком. По словам, по фамилиям, даже если посмотреть на имя, имя Мигушева и отчество Артема совпадают, может, даже как родной сын получающего. Или в Следственном комитете. Там подтверждают родственную связь между генералом Мигушевым и Артемом Мигушевым, о котором говорит ваша дочь, то, что он был среди... Да, они сказали, что это племянник Мигушева Следственного комитета, начальник бывший. И вот даже господином не хочется называть, вот у меня слов уже нет. И эти все черти... Следственное управление Следственного комитета, госпожа Ермакова, которая тянула, вела это следствие, работники правоохранительных органов Ядринского района, даже вожатыми руководителями лагеря, было сокрыто это преступление. Ну, я не знаю, ну, вот коррупционная вот эта власть, как так? Получается, можно насиловать беззащитных жителей, обычных граждан Российской Федерации, и все им сойдет в срок. Буквально вот через полчаса я иду на прием к действующему нынешнему руководителю следственного управления, следственного комитета господина Полтинева, мы эту ситуацию поднимем, попытаемся создать определенный общественный резонанс. Кстати, вчера ко мне обратились работники федерального канала, ну, зло будет наказано, вот этот Артемка точно загребет под фанфары вместе со своими товарищами. Мегушова туда же отправим, всех их Родионовых, Мегушовых, Ермаковых, Павловых со Следственного комитета. Безобразие. Редактор субтитров А.Семкин